Слава Украине! Привет всем от Полонского. Апдейт по приезду Орбана в Украину, потому что у многих различные эмоции начались после того, как Орбан высказал идею о перемирии, так сказать, и о начале переговоров с Россией. Ну, в мире ничего плохого нет, но в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, то есть отхватили 20% территории, и как-то вот к перемирию, да, бомбят беспрерывно, к перемирию как-то это не располагает совершенно, да, то есть хочется все-таки нашу территорию хотя бы частично отвоевать назад, забрать назад, освободить ее от этих нелюдей, а потом уже о чем-то разговаривать. Понятно, что каждая война заканчивается миром. Но опять не надо все воспринимать слишком буквально, дело в том, что понятно, что Орбан привез не свои предложения, предложения, а предложения Трампа, возможно предложения Путина, а возможно и того и другого, то есть тут как угодно можно понимать, и не надо воспринимать это сразу так, как будто, знаете, вот завтра это все примут. Нет, Украина уже заявила о том, что не принимаются такие предложения, оно тоже и понятно. Дело в том, что если это перемирие, а не мир, это просто война в рассрочку, да, то есть вот сегодня мы заключаем это все дело, Путин говорит, все, у нас мир, у нас все зашибись, выходит из-под санкций, вооружается с ног до головы и через пару лет снова нападает на Украину, понимаете? И понеслось все сначала. То есть, понятное дело, что в таких условиях этого делать ни в коем случае нельзя. Вот, так что, друзья мои, и никто этого делать и не собирался, так что никакого перемирия сейчас, по крайней мере, не будет. Но, но, опять-таки, не воспринимайте все буквально. Разговоры о том или, о той или иной формуле мира, которая будет, не перемирие, а мира, она уже идет. Вот, и мне почему-то кажется, что совершенно не зря пустили самолет с этим колокольцем, с министром внутренних дел России туда, в США. Это тоже было частью этой игры. Просто сейчас вот ходят очень многие варианты того, что привез колокольцев, что ему там ответили и так далее. Это все туфта. Туфта от начала до конца. В любом случае, понятно, что идут какие-то подковерные контакты, а то, что сюда приехал Орбан и высказывал, ну, скажем так, то, что people хочет скушать и услышать, ну, да, это, это видимая часть айсберга, которая не показывает 90% того, что на самом деле происходит. В любом случае, конечно, еще раз говорю, сейчас, в данный момент, вот этого перемирия, о котором говорит Орбан, не состоится. Что же будет дальше, будем посмотреть. Там к ноябрю очень многое прояснится, просто в силу того, что штатам, штатам нужны срушения в Украине, иначе Байден проиграет выборы, иначе демократы этого не хотят и так далее. Я уже об этом говорил. Поэтому, с моей точки зрения, что-то решится к ноябрю.